А в Этрау скандалом обернулся ремонт единственного Дома культуры имени Курмангазы. Выяснилось, что подрядная организация, которая должна отреставрировать храм культуры, не имеет специальной лицензии. Из-за чего все работы пришлось приостановить, а сроки сдачи исторического объекта с 80-летней истории срываются. Почему так произошло, выясняла Диана Хайрамбекова. Дом культуры имени Курмангазы – памятник истории и культуры республиканского значения. А для жителей это было излюбленным местом и местной достопримечательностью. Ранее чиновники взялись за реставрацию разваливающегося объекта, но что-то пошло не так. Для проведения капремонта власти должны были разработать научный проект и только потом браться за дело. Но в итоге подготовили проектно-сметную документацию и разыграли тендер, которого выиграла компания, не имеющая лицензию. В январе компания «Азамат Куралыс» выиграла тендер, не имея лицензию на ремонтные работы в республиканско-культурно-массовых памятниках. Поэтому капитальный ремонт дворца культуры приостановлен. Сейчас договор расторгнут, а уплаченный аванс возвращен на 100%. По мнению краеведа Льва Гузикова, который неоднократно поднимал вопрос, проект капремонта исторического объекта провалили на всех этапах. Начиная от разработки документации до проведения экспертизы. Никто не придал значения требованиям законодательства. Теперь судьба культурного символа города под большим вопросом. Налицо абсолютно безграмотное юридическое сопровождение данного проекта на всех его этапах. Начиная с составления проекта смертной документации и заканчивая проведением государственной экспертизы. Поскольку абсолютно никто не удосужился заглянуть в закон. И поэтому я считаю, что это полнищее безобразие. И на сегодня, когда завершится этот капитальный ремонт, какая организация будет этим заниматься, пока остается неизвестным. На сегодня двери Дома культуры, фасад которого утратил свой первозданный вид, остаются закрытыми. А вот вопрос о том, кто продолжит реставрацию храма культуры, открытым.